Айб Курскиев уже не помнит, сколько лет живет на улице Льянова во втором микрорайоне. Он поселился здесь одним из первых, но с такой нехваткой воды он и его соседи сталкиваются впервые, сетует мужчина. Запасы воды иссякли, только вот потребностей нет. С тех пор, как воду видели здесь в последний раз, минула целая неделя. В летнюю жару это ощущается куда острее. Не искупаться, не посуду помыть, не огород полить. Многие решить проблему пытаются самостоятельно. Но это лишь временное удовольствие. Запасов хватает буквально на пару дней. А у кого-то таких возможностей нет. Как сегодня ждут подвоза воды прямиком в свой дом. Это удобно и хоть как-то помогает решить проблему. Нехватку воды в летний сезон, то и дело, возникающую в различных районах республики, взял под свой личный контроль глава региона. Пока проблемы с подачей решаются, глава местных муниципалитетов дано поручение обеспечить водой всех, кто в этом нуждается. По обращению жителей, царь, мы сейчас у улицы, хитрость, по мере возможностей, постоянно у КАМАЗ. Возьмем газ 53, а машина хитрость. Злосчастный второй микрорайон Малгабека подачу воды обслуживает Ингуш-регион-водоканал. А в сам город, где проблем с отсутствием воды не возникает, она поступает из Кизлярского водозабора. Местные власти отсутствие воды объясняют просто. Перебои с электричеством, изношенность насосов и слабое давление. Ингуш-регион-водоканал новый насос и царь, центр-бежный насос, и царь, двигатель, новый АТИА. Далее, мы с вами сделали 1-й раз, но все проблемы с отсутствием. Проблема есть, все проблемы с отсутствием, но все проблемы с отсутствием. Местные власти успокаивают. Проблема уже решается. Для этого закупили оборудование. В скором времени его наладят, и о проблемах с водой придется забыть. Тамара Хшагулигова, Магомед Белокий, Новости 24.